еще один спрашивает почему кузнецы такие толстые надо будет как-нибудь в каком-нибудь ролике сказать им что чем шире наши морды тем плотнее наши ряды или что-то вроде этого свят ты чё да чё-чё да ничего ну чё ты грустишь не ну вот бы ну чё я делал на первом ролике ну как ну уж пластунский а чё петрук делал молот из карин для доктора дью ну а чё идем на втором ролике шашку а чё делал тогда у нас петрук меч соколиного глаза из марвел вот последний раз я делал опять ножи серёга делал огромный нож эпичный для алисы а вот ролике я опять наверное буду делать какие-нибудь ножи а вы дадите серёге какую-нибудь флюми хайминь сделать обильно слушай да ну чё ты свят ну тебе нравится делать практичные вещи а не всякие игровые штуки не но это тоже хорошо но хочется иногда сделать что-нибудь охрененно огромную эпичную штуку из какого-нибудь фэнтези мира может быть выбирай а чё и так тоже можно было конечно же ведущий слушай ну а чё ты посоветуешь я вот хочу что-нибудь огромное эпичное мега острое прям мощное крошилово вот ну под стать мне и по известной вселенной видимо ну логично чё и сложности не боишься чтоб я сложности боялся дай-ка подумать давай думай быстрее парни там это чё это выхожу я значится из кузницы но там свежим воздухом подышать вдохновение в золотой осени найти а там мало того что холодина и селисти уже облетели да кричу и какой-то черт в пластиковых доспехах по территории шара а потом сверху как зарет сын мой когда ты родился сами лесал ордерона прошептали твое имя но думаю надо прекращать без респиратора работать а этот чувак в рогатом шлеме возьми да и потопай к тому месту где мы болгарку хоронили я за ним смотрю а на могилке это вандалы побывали уже не знаю некрофил выкопал нашу болгарочку но в могиле ее не было а этот рогатый подошел к могиле рукой по ней провел а потом как распрямиться да как ватканет свою мяч в землю ну а дальше-то чё дальше кошмар из под земли полезли инструменты разного толка вида и разных производителей и передо мной скоро стояла громадная армия мертвецов и здоровенный мужик в каком-то страшном рогатом шлеме воткнул мяч в землю и заорал просто морду жаждет крови я тут не обосрался и свалил оттуда нахрен да я сам только что не обосрался чуть-чуть вот тебе интересный проект тебя ждет работа которая не снилась твоему отцу при чем здесь он скоро узнаешь всем привет с вами канал redforge и я кирилл бутылин сегодня мы находимся в кузнице у святослава орлова который очень хотел сделать какой-нибудь интересный предмет по какой-нибудь известной вселенной но на вселенную властелина колец и вархаммера мы еще не докачались поэтому сегодня будет варкрафт что-то резину тянешь давай ковать металл сегодня мы будем ковать невидимый металл потому что мы делаем меч испепелитель из ворда варкрафт внимательно смотрите ролик и мы обязательно расскажем вам как получить в награду коллекционную фигурку короля лича но мы продолжим и так господа артаса поклонники и фростморна дрочеры пришла пора взглянуть на не менее легендарный клинок и узнать кто в мире азерота настоящий мечный батька история эш брингера началась в ходе второй войны между людьми лордерона и орками старой орды лорд александрос магрейн предводитель ордена серебряной глани обнаружил мощный артефакт потерянный темным орком колдуном черный магический кристалл кристалл был живым воплощением тьмы настолько мощным что от одного прикосновения к нему рука александроса омертвела и даже вся мощь магии света не смогла исцелить его рыцарь увидев такое могущество почесал репу оставшийся рукой и не нашел ничего лучше чем сохранить артефакт в надежде когда-нибудь обратить его силу к свету так и случилось когда плеть начала свое вторжение в лордерон александрос провел ритуал очищения кристалла изменил его сущность сотворив воплощение чистейшего света руку кстати в процессе этого присобачили обратно ну и куда в кузнечном деле без дварфов испепелитель ковал как раз таки дварф и не какой-нибудь а сам магний бронзобород король королевства дварфов в этот меч могучий король влил весь свой гнев вызванный смертью его брата мурадина в нордсколе по вине артаса между прочим но для тебя святослав у меня есть изображение сегодняшнего проекта вот своим издеваешься и даже серьезных и не поднимет ты просто недооцениваешь ты видишь эту медальку она видимо держится на любви паладинов кондиционером для волос ты понимаешь почему я говорил про невидимый металл ну да что-то придется этим делать но я без чертежа это делать не буду нет проблем есть у меня один человек пришли сегодня не совсем со стандартным заказом обычно чертежи чертятся для каких-то более общих и усредненных вещей но сегодня у нас особенный случай эшбрингер из вселенной world of warcraft в нем есть несколько проблем и так проблема номер один ни в одном официальном источнике мы не нашли четких размеров этого меча проблема номер два обликов у испепелителя настолько много что у нас просто глаза разбегались от обилия возможностей вторую проблему мы решили достаточно просто посчитали что правильнее всего будет делать классический испепелитель именно такой каким его сделал магний бронзоборот однако позволили себе внести немного корректировок в конструкцию чтобы меч выглядел более реалистично и был более удобен в использовании а вот с первой проблемой пришлось попотеть итак наши исходные данные таковы мы вполне допускаем что герои азерота могли носить испепелитель одной рукой но это вовсе не означает то что мы вправе рассуждать о том что наша версия меча должна отвечать требованиям к размерности одноручного меча эшбрингер явно больше намного больше однако эта информация дает нам отправную точку если герои могут носить этот артефакт одной рукой значит нам нужно найти изображение меча так чтобы герой его держал так скажем в профиль знакомьтесь это александрос магрей первый обладатель испепелителя а что самое важное для наших изысканий человек до паладин но все-таки человек так что не будем его за это осуждать а раз человек мы вполне можем допустить что и пропорции у него тоже человече теперь нам осталось лишь высчитать размер кисти этого человека а также сопоставить его с размером кисти реального человека это мы кстати уже сделали и она составила один к четырем остается лишь высчитать размер меча на этой картинке и перемножить все размеры на 4 просто как дважды два свят вот наш черт что это ну я тут подумал что черная борода как бы мне идет меньше чем рыжие ну как бы да и можно прикинуться дворфом из клана бронзобородовых чтобы собственно испепелитель нас признал какой из тебя дворф ты же ростом под два метра это у меня просто кость широкая тогда тебе нужно научиться ездить на баранах а не на своем байке варан и варан суши но у дорс у них как раз логотип баран даршемчик отличный пикап ну ладно выкрутился отчета скажешь на то что у них женщины бородатые не дворф не дворфья ну и я надеюсь что испепелитель нас признает как бы тут так вот постараемся сделать чтобы хорошо было ладно здесь мы берем у восьмую здесь мы берем любую сталюку ну допустим ст3 здесь деревянную рукояточку на сквозной монтаж и здесь тоже яблочко из любой стали допустим 100 3 тоже пойдет ну а здесь твой коронный дамаск да с удовольствием сейчас начнем ковать и потом гравировочка от сереги мне кажется что здесь есть несколько замечаний видишь вот этот полумесяц это ослабляющий контур нашего клинка я думаю что здесь может быть какой-либо дефект при рубке если попасть именно этим местом потому что это сильно ослабляет наш клинок ну и собственно говоря в принципе он очень широкий нам придется взять 40 кругляк минимум чтобы раскатать такую ширину ширина 180 миллиметров а это прилично при длине 735 я не думаю что сереженька сможет это поднять тут тут общие то метр шестьдесят но все равно многовато вес будет очень большой ну а я думаю сможем что вы думаете что я собираюсь жарить мясо не вы заблуждаетесь у нас сегодня будет огромный меч который просто не влезет наш газовый горн так что сегодня мы будем делать это на улице на угольном горне мы будем работать со стали у 8 а который я знаю очень хорошо и кую ее более 18 лет и колить мы будем на глаз потому что в своем глазе я уверен долго ли коротко ли додоковал я железя кусию роскутал ее в пласт но молотах то механических осталось лишь хвостовик оттянуть до полумесяц вырезать да получится меньше у нас сей сегодня надеюсь я что мы доделаем наш полумесяц и начнем слесарную обработку ну а сейчас мы произведем с вами самые важные после ковки закалку то есть термическую обработку и колись мы будем в углях и на глаз будем колись мы с вами в машинном масле потому что но все-таки это орудие победы я надеюсь что никогда не будет применяться потому что ворки наш мир с нежитью не попадут ну что ж поехали после закалки и финальной шлифовки нам необходимо все-таки будет гравировка пойду к сереженьке серег серега серега эй вы там сделайте что-нибудь заг-зак ну вот опять работать гравировка этого меча вроде бы ничего особенного себя не представляет на самом деле сложность небольшая есть и она состоит в том что это очень твердая сталь для гравировки обычной бормашинкой нюанс алмазного бора в том что напыление маленьких алмазиков на наконечнике она не совсем равномерно но об этом знают только те кто с этим работает по бокам этого шарик напыление ну как бы более ребристая более выпуклая как будто маленькими иголочками торчит и по бокам лучше режет по металлу на передней части напыление такой помягче она как бы режет ну как бы хренови найти правильный баланс чтобы сделать достаточно ровное углубление по достаточно здоровой поверхности наших рун но такое занятие не совсем простой а главное не совсем быстро и вот поэтому повозиться приходится специфика рисунка достаточно интересная эти роды представляют собой некий гибрид изогнута округло скандинавских и фантазиушных рун я достаточно часто работаю с такими рисунками поэтому узнать сразу могу родные изгибы но сильно изогнуты непривычную форму поэтому с одной стороны работать легко с другой стороны нет потому что геометрию надо соблюдать в соответствии с референсом вот на геометрии неправильно и вот пойди найди здесь баланс ну а пока свят куют неведомое нечто мы с вами сделаем гарду для нашего меча но в нашем мече есть не только гарда но еще и медаль ну то есть орден орден символизирующий орден как орден тамплиеров а причем тут тамплиеры сейчас узнаешь тамплиеры здесь он искал тамплиеры сейчас я вам покажу кто такие тамплиеры рум уже давно перерос из традиционного пиратского напитка в элитный алкоголь попробовав темплар вы не останетесь равнодушны к его мягкому согревающему букету способного удивить даже истинно ценителя благородных напитков на виду со вкусовыми показателями рум темплар славится и отменным качеством процессе производства не используются современные добавки ускоряющие и упрощающие технологии купажирования вы можете по достоинству оценить это на утро после долгого застолья пираты ведь любили ром еще и потому что после веселого праздника до утра можно было брать галеоны чем мы там занимались чё мы гарду сделали а гарда да да там еще медаль то есть орден орден как у тамплиеров здесь кто-то сказал тамплиеры сейчас я вам расскажу что такое тамплиерский ром так что там делали да гарда пытались закончить гарда да там медалища была у меча то есть орден орден как у тамплиеров вот теперь я точно расскажу вам что такое настоящий тамплиерский ром так стоп 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 надо бы поработать наконец-то да а может похуём ну или похуём это это и 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 Для того, чтобы сделать нашу гарду, нам необходимо будет вырезать по форме нашего референса три фигурные заготовки. Мы сделали три заготовки под нашу гарду, но прежде чем их сварить между собой и отшлифовать, нам необходимо будет в центральной части сделать пропил, чтобы туда точно и четко встал наш меч, чтобы он не имел никакого люфта и зазоров. Ну, со сваркой мы закончили, осталось отшлифовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виат! Да? Ну, я дошлифовал. Надо придать красоту нашей гарде в соответствии с референсом. Справишься? Да, конечно, справлюсь, собственно говоря. А ты иди, посмотри, медалька остыла, не остыла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша дамасская заготовка под медаль остыла. Надо придать ей форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Сереженька, отговорю вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я доделал гарду. Я медальку доделал. Отлично. Нам осталось это дело с тобой скомпоновать. Шикарно. Как крепить будем? Слушай, ну, крякнем, плюнем и перемотаем скотчем. Да, то есть опять приварим. Ну, я бы на самом деле сделал бы отверстие здесь, 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 здесь и здесь. И растянул бы это красиво на цепочке. Но если не получится просверлить, да, будем что-то думать насчет того, чтобы приварить. Шо ж, давайте пробовать. Ну, начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это было сложно, но мы смогли. Мы отжигали заготовку несколько раз, и мы смогли, наконец-то, ее просверлить. Сейчас мы ее закалим, чтобы рисунок проявился лучше. Сделаем отпуск, чтобы он не сломался во время наших тестов. И мы протравим это в хлорном железе для того, чтобы увидеть наш рисунок Дамаска. Для того, чтобы подчеркнуть принадлежность нашего меча к ордену паладинов серебряной длани, мы нанесем их символ на эту медаль. Ну, а рукоять мы решили сделать из обменового дерева. Нам необходимо засверлить наши брусочки насквозь, совместить их на нашем хвостовике, и впоследствии уже придать необходимую форму. И, как итог, мы обтянем ее кожей. Светыч, гляди, какую ручку сделал, а? Ну, да, я так, как бы, черней здесь занимался, в общем-то. Ну, тоже ничего. Ну, пойдет. Че, собирать будем? Ну, пора. Неплохая штука у нас твоя получилась. Осталось закрепать яблоко, обкатать ручку, обмотать кожей, ну, и поставить наш орден. Ну, че, заделали? Когда тесты-то? Тесты сейчас будут. А, кстати, Серег, с днём рождения. Я уже был. Да, конечно, не тебя. Серег, здорово. Хорош звездеть, пойдем тестировать. Свет, да все хорошо, успокойся. У тебя действительно, видимо, лучше получаются вещи из реальной истории, а не игровые. Да это пиз... Ёх ты че. Да я вообще с голыми руками. Мы не будем рабами. Но мы будем завоевателями. Ну, ребят, вы видели наши тесты. Меч не прошел их по инженерии, собственно говоря, самого клинка. Он лопнул в самой тонкой части, там, где мы просверливали отверстие. Это узкая часть, и, собственно говоря, позволила мечу сломаться. Мы смотрели на зерно. После того, как он раскололся, зерно было мелким, отпуск клинок прошел, закалку он схватил удачно. Он закален где-то 50-55. Но он попал не в удачное место по нашему телевизору. Увы и ах. А еще мы разыгрываем коллекционную фигуру Короля Лича. Для того, чтобы ее получить, вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Что бы вы хотели, чтобы мы испытали на прочность из игр Blizzard? Прозыгрыш мы произведем через две недели после выхода ролика. С вами был канал RedForge. Я Святослав Орлов. Всем всех благ, ребят. Начинаем? По-моему, начинаем. Я сказал мотор. Это не для тебя, команда. Что ты мне смешаешь? Ну вот. Опять работает. Все, проеб... Стоп. Молодец. Ну а дальше-то что? Да дальше-то кошмар. Брось, вор, жаждет крови. Я чуть не обосрался и свалил оттуда. Простите. П***. П***. Ты че, дурно? Простите. Да дайте Рому ввали. Все нормально будет. Какого Рома? Вы спросите меня, наверное... Давайте заново, и вы спросите меня, наверное. Я начинаю летать, вы расходите. Я начинаю летать, вы расходите. Че пришел? Ты идиота, ты, б***ь. Это последнее. Б***ь. К ордену паладинов серебряной длани. Все, 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 я понял. Подождите, а что говорить-то еще раз? Для того, чтобы... Еще раз. Для того, чтобы подчеркнуть принадлежность нашего меча... Для того, чтобы подчеркнуть... Для того, чтобы подчеркнуть принадлежность нашего меча к ордену паладинов серебряной длани, мы нанесем их герб на экран. Почему? Экран. Хороших ты говно. Ну, слава богу. Да хороший кадр был, все вырожайся. Захочешь, б***ь, так не снимешь, б***ь.